Добрый день! Рад представить вам обзор промышленного терминала Hannibal Dolphin 6500. Этот мобильный компьютер следует в линейке за легким промышленным терминалом Dolphin 6100. Основные отличия состоят в возможности выбора количества клавиш на клавиатуре. У Dolphin 6500 их может быть 28, как в данном экземпляре. Либо это может быть полная буквенно-цифровая клавиатура в 52 кнопки. Клавиши имеют средний ход, сделаны из мягкого материала, подсветка клавиатуры четкая и однородная. Также Dolphin 6500, как вы видите, имеет крупный яркий сенсорный экран, диагональ которого составляет 3,5 дюйма. Это большой плюс данного устройства, так как можно сделать крупнейший гифт или разместить большее количество информации в приложениях. Сенсор экрана очень чувствительный, с ним приятно работать. Процессора в 624 МГц и оперативной памяти в 128 МБ для Windows CE50 или 256 МБ для Windows Embedded Handheld вполне достаточно для работы практически с любым бизнес-приложением. В терминале не предусмотрен слот для расширения картной памяти. Хотя в цифрах Dolphin 6500 и Dolphin 6100 имеют одинаковую степень защиты, то есть выдерживают падение на бетонный пол с высоты 1,2 метра, работают при температурах от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия и защищены от пыли и брызг воды с уровнем герметизации IP54. По ощущениям Dolphin 6500 более крепкое и сбитое устройство, чем младшая модель в линейке. Терминал имеет достаточно небольшой вес в 380 грамм и размеры в 200 мм в длину и 83 мм в широкой части. Толщина устройства составляет порядка 4,5 см. На выбор пользователей модель может комплектоваться одномерным сканером штрих-кодов или двумерным имиджером. Протестируем работу сканера. Протiyorum. Протестируем работу скандера. Основное быстрее дают Patientку против Saigon Among-Awakan отмен". Протестируем работу сканера. Как вы видите, работает он быстро и четко. Удобно то, что луч лазера располагается под некоторым углом корпуса терминала. Это позволяет видеть экран при сканировании штрих-кодов с полок и стеллажей. Терминал Dolphin 6500 оснащен двумя радиомодулями. Это Bluetooth 2.0 класса, версии 2.0 с поддержкой EDR и Wi-Fi стандарта 802.11BG, сертифицированный в соответствии со стандартами безопасности Cisco CCX версии 4.0. Для настройки беспроводных соединений используется утилита Hannibal VLAN Secure Wireless Client. Она позволяет производить обзор доступных сетей и настраивать подключение. На задней части терминала находится ремешок. Он регулируется благодаря липучке. Позволяет надежно удерживать терминал в руке. Для удобства на ремешке находится крепление для стилуса с двух сторон. Емкость аккумуляторной батареи составляет целых 3300 мАч. При напряжении 3,7 Вольта это 12,2 Ватт-часа. Такая емкость батареи позволит работать автономно достаточно длительное время. Производитель заявляет 12 часов при обычном использовании терминала. Также полезными особенностями компьютера мобильного является возможность подзарядки напрямую в терминале от блока питания. Для этого на заднем торце предусмотрен отдельный разъем. Также интересной особенностью является наличие четвертой кнопки сканера. Она находится на обратной стороне терминала. Также видим наличие 2,5 мм разъема для стереогарнитуры. Под плотной заглушкой. В целом мобильный компьютер производит впечатление сбалансированного устройства. Которое с успехом можно применять для автоматизации учета в ритейле, на небольших и средних складах, также в легкой промышленности. Детальный обзор, ценовые предложения от поставщиков и сравнение с конкурентами вы можете увидеть на сайте ruggedpcmarket.ru Спасибо за внимание. До новых обзоров.